Уважаемые господа, 19.00, а значит время начать наш обещанный вебинар. И все, кто желает продолжать изучать китайский, и те, кто только начинает с ним знакомиться, рада вас приветствовать. Итак, разговор по телефону. Тема сегодняшнего вебинара. Вы знаете, к радости, к моей, эта тема была предложена вами. То есть всегда ориентируясь на мнение наших слушателей, наших зрителей, наших студентов. Вот, и этот вебинар по вашим просьбам. Надеюсь, вам будет интересно, познавательно, и практическое применение не заставит себя долго ждать. Итак, переходим к плану. Приветствия. Ситуация, когда вы пытаетесь поговорить по телефону, но абонент отсутствует. Как себя вести. Состояние телефонной линии, то есть, когда линия занята, например, и так далее. Рабочие, домашние, мобильные телефоны. Типовые фразы, когда вы пытаетесь взять чей-то телефон. И прощание. Вкратце, как правильно завершать разговор. Итак, китайский менталитет. Я думаю, кто-то из наших слушателей, которые в скорости увеличатся в своем количестве, уже имеет определенный опыт общения с китайцами. Для тех, кто его не имеет, могу сказать, что, наверное, с ними общаться достаточно просто, а потому, как они люди, достаточно правильно, чтобы выразиться, с простым набором фраз. Они долго не церемонятся. И у них даже есть такое выражение «пуялкэтье» – не надо церемониться. Любят лаконично высказываться, поэтому какие-то очень сложные предложения – это не для них. То есть, общаясь с китайцами, вы должны кратко донести свою цель и склонить их на свою сторону. В дальнейшем, если мы говорим о каких-то переговорах, о какой-то экономической, финансовой составляющей. Если же это просто попытка завести друзей, то тоже ведите сразу к вашей цели. Не рассосоливайте. То есть, китайцы – люди, которые переходят через несколько буквально комплиментов к цели своей беседы. Итак, давайте начнем со слова «алло». Кто как говорит, а китайцы говорят «вэй». Обратите, пожалуйста, внимание на иероглиф. Вот он, первый. «Вэй» читается вторым тоном. Для тех, кто помнит, что в китайском языке есть четыре тона. Первый, второй, третий, четвертый. Ровный, восходящий, нисходящий, восходящий и нисходящий. Вот, произносят «вэй» вторым тоном. То есть, вторым вверх, значит. «Вэй» – такая вопросительная интонация. Внимание! У этого же иероглифа есть чтение четвертым тоном. То есть, «вэй». Не путайте, пожалуйста. Это принципиально. Почему? Потому что «вэй» произнесенный четвертым тоном, означает «кормить». То есть, например, «ты покормил собаку?» Не «вэйла, омэнты, гоу, мэйла». Понятно, да? Если вы обращаетесь к человеку по ту сторону телефонной линии, «Алло», подчеркиваю, вверх, интонация «вэй». Можно обращаться на улице к знакомому со словом «вэй», но это, знаете, слишком неформально и не совсем культурно. Ну, как, наверное, в знакомой ситуации. «Алло!» Окликивает где-нибудь там сзади идущий ваш знакомый. Поэтому не советую. Давайте использовать его только для телефонного разговора. Далее. Если вы обращаетесь по телефону к мужчине, то лучше обращаться со словом «господин». Да? «Сиэншэн». «Сиэншэн». Если к женщине, то «сиаотиэ». «Сиэншэн» в принципе – это универсальное обращение, несмотря на возраст мужчины. Ему приятно быть господином. Что же касается девушки. В Китае принято лет до 30 обращаться к женщинам «сиаотиэ». Но если вы перейдёте уже к другой форме обращения, можете нечаянно обидеть девушку. Вдруг ей ещё нет 30. Или, может быть, есть, но хотелось бы казаться моложе. Поэтому универсальная такая вот фраза. Иногда даже комплимент. Обращение «сиаотиэ». Итак, посмотрим, какие есть типовые фразы. Это у нас были отдельные слова. А теперь складываем их в фразы. Вэй, нин, яо, нар, алё или алло. Вы, заметьте, вы, нин, ния, нин, уважает, уважительное обращение. Яо, то есть вам нужен. Нар, нар – это где. Но имеется в виду, кого вы просите к телефону, кто вам нужен. Либо можно спросить таким образом. Вэй, нин, джао, шэй, вы ищите кого? И вторую фразу я вам рекомендую, если вы будете спрашивать у позвонившего вам, кого он ищет, да? Либо, если вы кому-то звоните, кого-то просите к телефону, то, наверное, чаще вы сможете услышать нин, джао, шэй, кого вы ищете. Итак, ответ. Вэй, нин, хао, уосян, хэ, лисяншэн, шу, хуа. Алло, здравствуйте. Я хочу, хэ, соединительный союз, и, но он еще переводится как с, да? Я хочу с мистером Ли поговорить. Итак, важно помнить, что фамилию нужно ставить перед словом мистер, да, или мисс. Собственно, это такая китайская особенность. Ли, господин, не господин Ли, наоборот. Поэтому иногда те, кто говорят, что у китайцев все наоборот, отчасти право. Действительно, у них несколько есть моментов ключевых, которые с точностью до наоборот в отношении к нашим привычкам. Ну, так, отклоняясь от темы, у нас есть слово паразит в общении, да? Мы говорим, ну это, это, как его? А китайцы говорят, ну то, то, как его? Нейга, нейга. Может быть, вы слышали. Ну, да возвращаемся к нашему общению по телефону. Если попали в точку, и сразу именно того адресата, точнее, абонента, которому вы звонили, он ответит, это я, это и есть я. Чео показывает, как бы, такую вот категоричность. Именно туда вы попали, да, куда собирались. Далее. Алло, здравствуйте. Многоточие – это название фирмы, которое сюда можно подставить. Цинкоу – это импорт. Цукоу – это экспорт. А цинчукоу – это, соответственно, импортно-экспортная. Кунс – фирма, компания. И в конце – ма – вопросительная частичка. Получается, алло, здравствуйте, это импортно-экспортная компания такая-то. И обращаем внимание, опять же, вперед выносится название компании. Угу. Фамилию вынесли перед словом господин. Далее. Название компании перед ее описанием. Запоминаем, это ключевые моменты, кстати, для тех, кто пожелает позже просмотреть этот вебинар, уже, естественно, не в прямом эфире, а в записи он будет доступен у нас в архивах. Далее. Отсутствие абонента. Ну вот. Например, да. Вэй, нинхао. Начало типичное. Алло, здравствуйте. Чинвэн. Чан сиэншэн. Займа. Чинвэн – это «позвольте спросить». Пожалуйста, не начинайте никогда со слова туйпути. Туйпути – это, извините, это английский вариант sorry. То есть, если вы нанесли какой-то ущерб, урон, обидели как-то человека, вы можете извиниться с помощью туйпути. Но если вы обращаетесь с просьбой какой-то, с вопросом, то вы говорите excuse me. То есть, это вариант чинвэн. Позвольте поинтересоваться, да. Дальше. Фамилия Джан. Обращение сиэншэн. Это мистер Дзайма. Для тех, кто привык, ну, вероятно, на первых шагах, уже на первом, точнее, этапе изучения китайского, Дзай воспринимает как предлог. То есть, привык видеть его в значении предлога в. У Дзай есть еще одно значение, тоже часто используемое. Это present. То есть, быть в наличии. Быть на месте. То есть, получается, алло, здравствуйте, скажите, пожалуйста, господин Джан на месте? Имеется в виду, что он сейчас там есть, куда я звоню. Есть другой вариант обращения. Нам нужен тот же мистер Джан. И звучит вопрос так. Это менее часто используемая, но, в принципе, допустимая в диалоге, в телефонных переговорах такая вот фраза. Вы, КПКИ, можете ли, ПАНВО, помочь мне, ТЕ, это соединить, да? Джан Сиэншин. То есть, соедините, пожалуйста, с господином Джаном. Далее. Если вы хотите узнать номер телефона мобильного и непосредственно мистеру Джану позвонить. Опять же, советую вам начать культурно. С Чинвэн. Позвольте поинтересоваться. По предыдущим урокам вы помните, да, что ТЕ – это притяжательное. То есть, что-то главному герою, которым является здесь мистер Джан, принадлежит. ШУЧИ ХАОМА – номер мобильного. И в конце ТОШАО – сколько. Да, вот так вот странно немножко звучит. ТОШАО – сколько мы привыкли узнавать количество либо стоимость чего-то. Но, если вы хотите, чтобы вам по цифрам задиктовали мобильный, вы тоже можете воспользоваться ТОШАО. И в такой ситуации. Позвольте спросить, какой номер мобильного телефона у господина Джана. То есть, в данном предложении, в первом, мы узнали, он на месте или нет. Если он на месте, то нам ответят ДЗАЙ, то есть ПРЕЗЕНТ. Есть. Если не на месте, отсутствует, то, соответственно, добавится перед ДЗАЙ отрицание. Это будет ПУДЗАЙ. В таком случае мы можем попросить его личный телефон, которым является мобильный. Далее. Расширенная версия отсутствия мистера Джана. ТУИ ПУДСИ. ТАСИЕНЗАЙ ПУДЗАЙ. ДжОР. Прошу прощения. Его сейчас здесь нет. ДжОР. Здесь. Можно было просто сказать ПУДЗАЙ. Нет. Но они уточнили, что его в данный момент нет здесь. Далее. Если вдруг мы хотим перезвонить еще раз, точнее позвонить еще раз, то мы уточним, когда он вернется. С помощью такой фразы. ТАСИЕНМАШИХОУ ХУЙЛАЙ. ОН. ШЕНМАШИХОУ. Вопрос. КАКДА. ХУЙЛАЙ. Вернется. КАКДА. Вернется. Ну и, возможно, нам ответят конкретно, а возможно, вот такой фразой. ВОПУДХАЙ ЧИНЧУ. НИНЬЯУ... НИНЬЯУ ЗУАНГАО ШЕНМАМА. ВОПУДХАЙ ЧИНЧУ. ЧИНЧУ. Встречается в значении четко-отчетливо. Когда вы говорите, что ХАНЗЫ ПУЧИНЧУ, это означает иероглиф нечеткий, то есть, допустим, небрежно написан, либо уже затерт, и вам трудно распознать его. Если же вы применительно к себе говорите, ВОПУДХАЙ ЧИНЧУ, или к какому-то другому человеку, это означает, что Я или кто-то другой не в курсе. То есть, эта информация нам недоступна. Далее. Встречный вопрос. НИНЬЯУ ЗУАНГАО ШЕНМАМА. ЗУАНГАО, это передать. То есть, когда есть посредник. ГАОСУ, это сообщать. А ЗУАНГАО, значит, через кого-то сообщать. То есть, вы хотите ему что-то передать? УАНГАМА, следующая фраза. ЧИННИНГАО СУТХА. ВОЛАЙ ГО ТЕНХУА. ПОЖАЛУСТА. ПОЖАЛУСТА всегда ставится спереди. То есть, вначале вы говорите ПОЖАЛУСТА, а потом формируете просьбу. ПОЖАЛУСТА, вы сообщите ему. Я ему звонил. ВОЛАЙ ГО ТЕНХУА, это значит, от меня был звонок. Далее. ВОТЬЯУ. И вы представляетесь, да? МАФАННИН ЖАНТХА КЕЙ ВО ХОЙГА ТЕНХУА. МАФАН – это доставлять хлопоты. Но это такая вот культурная манера обращения к кому-то с просьбой. МАФАННИН ЖАНТХА КЕЙ ВО ХОЙГА ТЕНХУА. Это значит мне перезвонить. ХОЙГА ТЕНХУА – это возвратный, то есть имеется в виду ответный звонок. Передайте ему, пожалуйста, что я звонил. Меня зовут ТАКТА. Попросите его, пожалуйста, перезвонить мне. Не часто встречается слово «пожалуйста» все-таки китайцы, собственно, как и другие народы, достаточно культурные люди. Хотя, как я уже в начале вебинара сказала, они любят лаконично высказываться, но это не значит, что они пропускают слово «пожалуйста», «спасибо», «будьте добры» и так далее. Подобные фразы должны присутствовать. Есть. На этом этапе есть какие-то вопросы, господа? Нила, Анатолий, Анатолий, Ирина, Юлия. Все остальные, наверное, готовятся к просмотру, понятных, спортивных ивентов. Вот. Это же целая церемония. Поэтому допускаю, что сегодняшнее количество поэтому невелико. Но это не важно, господа. Главное, ваше рвение – грызть гранит китайской науки. И это похвально. Вопросов пока нет. Да, спасибо. Встречные вам пожелания доброго вечера. Вопросов нет, Мила пишет. Тогда продолжаем. Состояние телефонной линии. Итак, какие могут быть варианты? Ну, посмотрим. С этим мы уже разобрались. Каким образом мы слышим приветствие по ту сторону линии телефона. Если вы кому-то позвонили, вам ответили, либо кого вы ищете, либо кто вам нужен. Вот, возможно, такими фразами. И здесь же попросили, бывает, что вы звоните куда-то, где есть какой-то коммутатор. Добавочный номер вам нужно сообщить. Вот, собственно, состояние телефонной линии, когда вы выходите не напрямую на человека, а еще вам нужно назвать фэнтихао. Добавочный номер. Чиншуа. Пожалуйста, говорите фэнтихао. И вы отвечаете. Пожалуйста, соедините. И какую-то цифру называете. Если вы знаете этот добавочный номер. Или какая угодно другая. Они обычно всегда прописываются. Если мы говорим о визитках, если мы говорим о каких-то сайтах, добавочные номера присутствуют. Если вы не знаете добавочный номер, то вы и, соответственно, сообщаете. Я не знаю добавочного номера. Далее. Девушка пытается вас соединить. Как правило, это девушки. И, возможно, что линия занята. Линия занята – это джан сиэн. Вот эти два иероглифа. Оба считаются четвертым тоном. Джан сиэн. Если мы говорим о добавочном номере, который не ответил, это сан си лью. Джан сиэн. Далее. Вы можете ответить. Хао да, что означает «хорошо». Окей. О и хор. Зай та. Я и хор. Это немного погодя. То есть какой-то небольшой промежуток времени. Зай та означает «снова позвоню». Зай имеет значение «повторно», «снова». Может быть, такой ответ. Чин шао дэн. Его очень любят представители какого-то сервиса использовать. Неважно, где вы в самолете. Девушки-стюардессы это слышите. Или от официанта. Или от ассистента какого-то в магазине. Чин шао дэн. Это официальная просьба немного подождать. Адаптивный перевод как «минуточку» – ну, не факт. Может быть, и несколько секунд. А может быть, несколько минут. Немного подождите. Чин шао дэн. Обычно в разговорной речи между приятелями как-то не принято так говорить. То есть это очень формальная просьба подождать чуток. Далее. Сен зай. Джан сен. Сейчас. Линия занята. Вот она. Да, вот. Состояние телефона линии, когда там занята. Чин нин. Кои хор. Зай та. Пожалуйста, вы. Кои хор. Немного погодя. Снова позвоните. Угу. Есть. Следующее. Когда плохо слышно. Неважно. Даже и тет-а-тет. То есть не в телефонном режиме, а наедине с человеком. Вы можете использовать эту фразу. Вэй. Убираем. И оказываемся в какой-то реальной ситуации. Чин нин. Та дьяр ша. Вот хин пу тян. Добавляете вэй. И понятно, что это уже телефонный разговор. Алло. Пожалуйста, вы добавьте звонкости. Точнее громкости. Та дьяр. Это чуть больше. Шан. Это голос. Это звук. Уа. Тьин пу тян. Тьян. Результативный глагол тьин образует. Тьин да тьян. Это слышать. А если между ними стоит пу, это значит вы не дослышали. Вы не расслышали. Алло. Говорите, пожалуйста, погромче. Я не слышу. Можно, конечно же, в дальнейшем брать просто какие-то эпизоды и использовать. Не обязательно целыми фразами. Например, да. О чин пу тян. Я не слышу. И человек вынужден повторить свою фразу. Далее. Если человек говорит очень бегло, да, китаец говорит быстро, и вы не успеваете все понять, то вы просите его говорить помедленнее. Опять же, желательно начать с «пожалуйста». Если вы ошиблись номером, то это звучит так по отношению к вам. Если здесь все понятно, вопросов вроде бы не возникает, я смотрю на ваши комменты, тогда переходим к следующему кадру. Здесь, собственно, простая лексика, с которой вы только что уже столкнулись, но отдельно вам ее презентую. Итак, «хаума» – это номер. Не обязательно телефон. Это может быть номер дома, в принципе, но чаще это длинные номера. Например, номер машины. Потому что «хао» – это всегда номер, либо число, да, какое-то дата, например. «Тинь тянь ти хао» – какое сегодня число. И вы говорите «тинь тянь ши хао» – десятое. «Лю юе ши хао». Но не столь это сейчас важно. Нам интересно, как это будет рядом со словом «телефон», «мобильный» смотреться и так далее. Итак, в рамках сегодняшней темы. «Тинь хао» – телефон. «Дин» – это электричество, «хуа» – это слова. «Тинь хао» – электрические слова, да. «Кунь юн» – «тинь хуа». «Кунь юн» – это общественный. «Кунь юн» – то есть общественного пользования, дословно переводим. «Динь хуа» – телефон. То есть вы ключевое слово отправляете в конец, а вначале описываете. То есть какой общественного пользования телефон. «Кунь юн» – «динь хуа». Дальше. «Шоу ти». «Шоу» – это рука, но имеется в виду кисть. «Ти» – это какой-то аппарат, устройство. «Шоу ти» – это мобильный телефон. Дальше. Соединяем слово «телефон». Здесь не видно какой, то есть явно не мобильный, но рабочий он или домашний не видно. «Динь хуа» – «хаума». Номер телефона получается у нас. Дальше. «Шоу ти хаума» – номер мобильного телефона. «Та динь хуа». «Та» – имеет много значений. Одно из первых значений этого и основных глаголов – это «бить», то есть с кем-то драться. Но надо не ограничиваться этим значением. Вот, например, «та» – «тенхуа» – это «звонить по телефону». Дальше. «Тенхуа ка». «Ка» – это карточка. Любая. Банковская карточка – это «ка». Визитная карточка – это тоже «ка». Но вначале описываем ее. Как я уже сказала, в конце ключевое слово, а перед этим, перед этим ключевым, мы должны описать его максимально. То есть в данном случае «тенхуа ка» – телефонная карточка. Далее. Если мы набираем телефонный номер, это «по», «б-о-по», помним, стараемся громко, точнее, не громко, звонко не произносить букву «би», во всех случаях, кроме сочетания с «ай». «Би» – четко, «б» звучит звонко. В остальных «папа», да, например, «б-эй». Не говорим «баба», говорим «папа». Так и здесь «по», не «бо». Ну, если сказали более звонко, это не будет препятствием для вашей коммуникации с китайцами, они вас поймут. Но мы стараемся не просто корректно, да, грамматически правильно, мы еще и красиво должны звучать. Вот. Итак. «По-пен-хуа-хау-ма» – набирайте телефонный номер. «Чин-по-пен-хуа-хау-ма» – пожалуйста, наберите телефонный номер. Часто автоматически вы можете слышать ответ «бо-лин» – наберите ноль, «бо-и-хау», допустим, «а-хау-по-фен-ти-хау» – наберите добавочный номер и так далее. Вы даже сможете с автоответчиком как-то так пообщаться или понять, о чем вам говорят. В общем, сегодняшняя лекция, лекция, сегодняшний вебинар, он емкий и, пользуясь этой лексикой, вы сможете достаточно просто пообщаться с китайцами, но результативно. Следующий кадр. «Типовые фразы». Итак, вам нужен чей-то номер телефона. Можно формировать вопрос таким образом. Прошу прощения, буква «м» должна быть здесь, да? «Можешь сказать мне свой номер телефона?» «Ни-и» – это если ты, да? А если вы, то, соответственно, «мин». Помним, чем они отличаются, произношение «и» и внизу у «нин» есть сердце, да? Это ключ сердца. А у «ни» этого нет. Итак, «ни-и» нэн па-ни-да-пен-хуа-хау-ма каусу-уа-ма. Ты можешь взять номер своего мобильного телефона, это дословно, и сообщить его мне. Это более сложная форма, она через грамматическую вот эту частичку па-а, можем упростить. Предлагаю просто формировать даже не вопрос, а просьбу. «Чин каусу-уо нидэ-дэ-тен-хуа-хау-ма-а. Пожалуйста, сообщи мне твой номер телефона». Пожалуйста, скажи мне свой номер телефона. Далее. Узнаем через посредника номер Марии. Вы знаете номер телефона Марии? Какой номер Марии? Вы знаете? Далее. Пожалуйста, дайте ваш адрес и номер телефона. Ну, вэ заглавное в идеале. Итак. Чин нин па-диджи-хе-тен-хуа-хау-ма кэй-уа. Опять же, видите, такой же, как и в первом случае, да, вариант, где мы используем па-а. Можно пойти более простым путем. Если вы находитесь на какой-то выставке, симпозиуме, по идее, у всех есть мин пиан, либо мин ка-а-а, и то-и-то переводится как визитка. Вы просто просите визитку, и там есть и название, и все контакты, и адреса. Ну, собственно, проще всего сказать. Чин кэй-уа-мин-де-мин-пиан, либо мин ка-а, от слова мин-зи, да, имя, название. Пожалуйста, дайте мне свою визитку. Самый простой вариант. Оставить контакты. И если вы даете визитку, Джошу-уа-мин-пиан, да, это есть, дословно перевожу, моя визитка, вручайте ее. Кстати, у китайцев принято двумя руками подавать визитку, это все-таки как бы, ну, проявление уважения. Если дадите одно, не страшно. Прощание. Итак, если вдруг вам нужно последнее предложение, на странице 5 есть глагол. Ирина, возвращаемся на страницу 5. Ага, смотрите. Та, та, это глагол, в данном случае, звонить. Подразумевается слово та-дьян-хуа, точнее, фраза. Извините, часть 5. Ага, ну, в общем-то, от слова это ошиблюсь номером, но вас интересует пятая часть. Здесь какое последнее, последнее предложение. Пожалуйста, дайте мне свою визитку. Кэй, это глагол. Пожалуйста, дайте мне вашу визитку. Чин, пожалуйста. Кэй, дайте. Кому? О, мне. Какую визитку? Мин-да, вашу. Угу. То есть глагол давать. Передавать. Так, хорошо. Вы знаете, вы правы, что кэй используется как направление. Кому чему? О, я хочу подарить тебе подарок. Но кэй может здесь не показывать направление. Здесь и так понятно, что вы для себя просите. И два раза, если вы используете, вначале в значении давать, а потом в значении направление, это будет неправильно. Поэтому достаточно использовать один раз. Будет показывать именно глагол, а не направление. То есть, у кэй у него два призвания. Первое, это глагол давать, а второе, это показывать направление, кому что-то передается. Дальше. Можно, перезвоню тебе позже. О, кэй, ван, диар, о, кэй, это мне можно. К счастью, у китайцев нет падежей, поэтому всегда во звучит, ми и другие местоимения, и не только. В одном и том же виде. Выглядит одинаково, звучит одинаково. Это замечательно. Это упрощает изучение языка. Но, кстати, вот такая ремарочка, что в китайском все-таки грамматика простая. Основные сложности, объективно, это сейчас будет звучать, это не субъективное мое мнение, это, конечно же, тона. Их нужно правильно воспринимать, но это только поудела. Их еще правильно надо воспроизводить, чтобы вас поняли. И, конечно же, это иероглифы, которые все-таки, к сожалению, забываются. То есть, постоянно держать правильное описание в голове и, естественно, в нужный момент быстро вспомнить, это сложно. Остальное все просто. Итак, продолжаем. Мне можно, дословно. Ван, дяр, это чуть позже. Дзай, это повторно. Кэй ни дадьян хуа, тебе позвонить. Вот здесь кэй показывает кому чему. Звонить тебе. То есть, когда вы кому-то звоните, вы показываете кому. Кэй ни, кэй тха, кэй лауши дадьян хуа. Здесь кэй переводится именно как, точнее, используется как показатель направления. Непереводимый здесь он. Далее. Ся цх, дзай шуа. Ся цх, ся цх, это в следующий раз. Зай шуа, это говорить повторно. То есть, когда вы закрываете какую-то тему, вы собираетесь к ней вернуться. Но неопределенно говорите. Просто в следующий раз. А когда-то в следующий раз будет неизвестно никому. Итак, вернемся к этому в следующий раз. Ся цх, дзай шуа. Дзай, тьян. Дзай, как я уже говорила, снова повторно. Тьян, это видеться. То есть, снова увидимся. Другими словами, до свидания. Вместо дзай можно добавлять конкретный день недели. Если вы знаете, что вы увидитесь в понедельник, например, то вы говорите синь, чьи, тьян. Можно, но это не так уж популярно. Далее. Квасть трубку. Гуа, туан, бен, хуа. Все четыре иероглифа четвертым тоном. Гуа, туан, бен, хуа. Но, может быть, если это какой-то телефонный разговор, который нужно оборвать, вы можете извиниться, да? Вот у вас появились какие-то дела, и вы говорите Туй пучи, уо яу, куа, туан, тян, хуа. Мне нужно положить трубку, да? И дальше, например, уо кэй, ван, диар, дзай кэй, нита, тян, хуа. А можно вечером, точнее, вечером, позже немного перезвонить тебе. Либо вместо ван, диар, позже чуть-чуть, вы можете поставить время суток или конкретное время. Например, ван, шан, вечером перезвонить тебе. Или куа, ши фан, джон, через 10 минут. То есть в эти фразы можно что-то добавлять, что-то убирать, что-то менять. Они типовые, но, как я уже сказала, в них вся суть. Разговор состоялся. Основные моменты, которые встречаются в телефонном режиме, здесь были освещены. Итак, теперь я хотела бы услышать ваши вопросы и постараться на них ответить. А также мы с вами можем обсудить тему вебинара следующего. Пока вы думаете, я кратко повторю, что мы сегодня прошли. Итак, вэй вторым тоном, то есть тон вверх, восходящий, аллё, алло, точнее. Если говорите неправильно, вэй, вас, вероятно, поймут, но это будет переводиться не как алло, а как кормить. Далее. Сиэншин, господин. Вэй, сиэншин. Обращение алло, господин. Но, вероятно, вы знаете, как фамилия того господина, которого вы ищете. Поэтому добавляете перед словом сиэншин, перед обращением сиэншин фамилию. В конце можете добавить займа. Такой-то, такой-то мистер. Такой-то, такой-то господин. На месте отвечает вам либо зай и передает ему трубку, либо пуцай, что его на месте нет. Если ответила девушка, или даже с более зрелым голосом девушка, которая вроде как уже давно женщина, все равно обращайтесь сяоте, ей будет приятно. Далее. Вопрос, адресованный к вам. После того, как вы поздороваетесь, нин яонар, либо чаще нин жао шей, кого вы ищете, с кем вы хотели бы поговорить. И дальше вы излагаете свою просьбу через我想, я бы хотел, с таким-то, таким-то, таким-то человеком поговорить. Если это тот самый человек, вы услышите его тяуши. Если нет, то, соответственно, его постараются позвать к телефону, если он на месте. Если вы звоните в какую-то организацию, то помните, что вначале вы называете имя, то есть название этой организации, а потом ее описываете, как вот здесь. Это такая-то, такая-то, импортная-экспортная компания. Ну и отвечают вам либо верно, либо вы ошиблись номером. Ошиблись номером звучит как нин та цхуала. Далее. Отсутствие абонента. Мы с вами кратко обсудили, что если он в наличии, то есть он есть на месте, это дзай. Если его нет, это, соответственно, пу дзай. Более конкретные варианты вы можете увидеть здесь. Вопрос «Когда он вернется?» Ключевым является, если вы его не застали. Вы можете попробовать узнать его номер мобильного с помощью «чинвэн». Такого-то, такого-то мистера. Шоу-ти хао-ма ши-ту-ва-шао. И представиться через фразу, то есть посредством фразы «у-ть-яо». Я зовусь. Далее. Телефонная линия бывает не совсем напрямую доступный абонент, поэтому нужно знать фэн-ти хао, добавочный номер. Бывает занято, это джан-си-ян. Линия занята. Поэтому вы «зай-та» снова позвоните. Вот, плохо слышно. Тогда нужно попросить говорить громче. Добавляйте «чин», чтобы не было похоже на команды. То есть человек должен знать, что его просят, а они им командуют. Если ошиблись номером, опять же «та цхуала». Вы можете понять, что вы ошиблись номером, и тогда вы можете сказать «Я принимаю, приношу извинения». Ту-и-пу-ть-си, да? «О-та цхуала». Я ошиблась номером. Так, далее лексика. Мы ее обсудили. И, собственно, каким образом можно заполучить номер телефона свой или чей-то через посредника. Попрощались. И это все на сегодня. Такая вот приятная, легкая, нужная тема. Ваши вопросы по поводу данной темы, по поводу особенностей переговора с китайцами, и ваши предложения относительно тем следующих вебинаров. Я внимательно вас слушаю. Мила Анатолий, Анатолий, Ирина Оксана и другие, кто с нами сегодня был. Итак. Я надеюсь, что да. Тема вебинара «Традиционная китайская кухня». Хорошо. Оксана, спасибо за предложение. Я немного освещала эту тему, когда мы... Особенности празднования Нового года, да? Чхунтья. Точнее, это праздник весны, называют его китайцы. Так вот, в вебинаре я немного осветила тему, но только для блюд актуальных на праздник весенний, то есть Чхунтья. Если вы хотите больше узнать о китайской кухне, я думаю, я подготовлюсь. И после каникулы, скорее всего, в сентябре, действительно, сделаю интересный вебинар. Познавательный и практически, что важно, применимый. Хорошо. По скайпу, Анатолий, ну, у нас вот вебинары запланированные, и именно в таком режиме мы общаемся. Все те вебинары, которые вы не видели, это я сейчас обращаюсь ко всем, они доступны в архивах. Вот, собственно, если будет у вас время и интерес, смотрите, пожалуйста, слушайте. Всем желаю прекрасных выходных, отличного лета, и до новых встреч!